Наступление летних каникул уже повод для праздника. Открытие оздоровительных лагерей на базе средней школы номер 20 – событие «Радостное вдвойне», которое проходило с песнями и танцами, которые мальчишки и девчонки готовили все вместе, чтобы удивить публику и выступить достойно. На базе нашей школы с 1 июня начали свою работу три оздоровительных лагеря. Оздоровительный лагерь «Сказка» для учащихся начальных классов – 135 человек оздоравливается. Для среднего звена это оздоровительный многопрофильный лагерь «Рудит» – 75 человек. И лагерь «Труда и отдыха» – ровесник в количестве 25 человек. Направлена деятельность лагерей в первую очередь на оздоровление детей, на организацию их занятости в каникулярный период, на сохранение безопасности жизни детей, чтобы дети были под присмотром, чтобы они оздоровились, повзрослели, набрались сил к новому учебному году. Мальчишек и девчонок в лагере ждет вкусное трехразовое питание. Предусмотрены различные спортивные соревнования, экскурсии, походы по городу. В рамках Года мира и созидания запланированы квест-викторины посещения знаковых мест. План работы наших лагерей составлен в рамках Года мира и созидания. Все мероприятия и экскурсии направлены на познавание своей родины, в первую очередь города Бреста, посещение музеев, экскурсии, прогулки по городу с помощью аудиогидов. Питание детей тоже организовано в нашей красивой школьной столовой. Работа школьной ремонтной бригады направлена на то, чтобы сделать нашу школу еще красивее и уютнее. Для нашей школы, в принципе, цифры по оздоровлению всегда остаются стабильными. Плюс-минус, мы находимся в количестве около 300 человек. 20% от количества детей всегда оздоравливается на базе нашей школы. В июле и в августе у нас тоже запланирована работа ремонтной бригады для ребят с 8 по 10 класс. С каждым годом становится все лучше, каждый день проходит очень продуктивно. Эмоции только положительные, каждый день проходит с какой-то пользой. Вот, допустим, в первый день лагеря в этом году мы пошли в фитнес-центр. Очень было интересно, очень продуктивно. Во второй день мы ходили на мероприятие, посвященное Зеленому Бресту, открывали его своей коллекцией, кастомайзинг. Мне здесь нравится обстановка, можно гулять везде, что захочешь. Можно ходить, особенно со своим классом, подружиться, узнать какие-то новые знания. Иногда мы ходим на какие-то экскурсии, чаще всего мы ходим в кино или гуляем на футбольном поле. Играем в футбол, в фонарек, играем, может быть, в своем кабинете, в мафию, во все такие настольные игры. В следующем году я, конечно, пойду в лагерь, потому что здесь очень много веселья. Помимо оздоровительного лагеря на базе 20-й школы работает лагерь труда и отдыха, где учащиеся старших классов могут не только хорошо провести время, но и подзаработать, помогая учителям и облагораживая школьную территорию, чтобы она была чище и краше. Этому движению трудовому уже порядка 20 лет государство поддерживает временную занятость несовершеннолетней молодежи. Выделяются огромнейшие бюджетные средства. Мы, в свою очередь, как база лагеря средней школы номер 20, стараемся по всем нормам, прописанным в законодательстве, организовать это трудоустройство для несовершеннолетней молодежи. Стоит отметить, что в лагерь труда и отдыха хотят попасть, наверное, наравне с институтом, под 3-4 человека на место. Лучшие из лучших детей, которые проявили себя в учебном году и в общественной жизни, и в учебе имеют право попасть в этот лагерь. Это первая возможность у меня подзаработать денег и также помочь нашей школе, сделать ее более красивее, сделать более комфортной для того, чтобы учащиеся смогли в ней учиться. Мы облагораживаем территорию школы, вырываем сорняки, ссадим цветы, делаем все, чтобы наша школа была самая красивая. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.